здравствуй мой дорогой телезритель ты ведь наверняка наслышанно выходе обновленной линейки гарнитур g pro от компании logitech я спешу тебя обрадовать сегодня у меня на обзоре именно эти две гарнитуры logitech g pro x и logitech g pro и наша задача понять что это за зверьки такие чем они отличаются поехали рекомендованная розничная цена составляет 10 тысяч рублей за pro x и 8 тысяч рублей за про версию естественно со временем рекомендованная розничная цена не будет соблюдаться и возможно мы потеряем тысячу полторы в общем прайсе что в комплекте давайте я расскажу что есть у версии g pro x а потом просто сообщу чего нету g pro так будет проще ведь набор поставки очень схож первое набор макулатуры но куда же без этого зато с наклейкой очень порадуют собирателей всего этого хабара второе чехольчик до беспроблемной транспортировки ведь сама философия g pro серии намекает нам на то что гарнитура будет активно таскаться по ланом 3 отсоединяемый микрофон чисто внешняя версия для pro x не отличается от про гибкая штанга поп-фильтр трех с половиной миллиметровый джек но что называется будем посмотреть по качеству ведь у pro x есть лейбл blue а у pro нет четвертое юсби звуковушка также ничем не отличается внешне кроме опознавательных надписей позволяет получать идентичный звук на любых устройствах очень важно для про игроков так как для них малейшее изменение в работе девайсов удар хотя и не сильный по скилу пятое два аналоговых кабеля с пультиками управления в оплетке для пк длиной 2 метра и без оплетки для мобильных устройств длиной полтора метра шестое а уж если вы адепт аналогового звука или у вас старый ноутбук с двумя джек гнездами то есть переходник с одного четырехполосного джека на два трехполосных седьмое сменные тканевые амбушюры с технологией memory foam респект за возможность посидеть летом плотно и потно за пострелушками фух вроде бы закончил так чего нету про версии нет сменных амбушюр чехольчика и кабеля для мобильных устройств критично ли я думаю нет переходим к строению на конец то наверное эти слова могут произнести все фанаты швейцарской компании строение материалы для применения которых не нужно было изобретать велосипед но обо всем по порядку кабель все на уровне тонкий гибкий в оплетке длинный кстати от такого кабеля я бы не отказался и в мышах компании в 25 сантиметрах от чаши находится мини пультик с тумблером включения-выключения микрофона и регулировкой громкости обычным прорезиненным колесиком про медиа кабель говорить не нужно все то же самое только полтора метра и без оплетки кабель традиционно заходит в левую чашу и на ней же находится гнездо для присоединения микрофона тут ничем никого не удивить сами чаши закрытые в основной массе покрыты мягким soft touch покрытием однако самым заметным элементом каждой чаши является металлическая декоративная панель с логотипом g она тяжелая холодная с красивым узором из концентрических окружностей сама форма чаша целает нас к предыдущей версии гарнитур g pro преемственность однако стоит также отметить что в верхней части каждой из чаш есть прорези нужно это для нормализации давления внутри чаши плюс дополнительный выход отраженных паразитарных звуков хорошее решение респект амбушюры заявлены как memory foam про x есть и кожзам и ткань в g pro есть только кожзам что сказать адекватная форма адекватная глубина адекватная мягкость если memory foam не заметил удобны ли они во всем остальном несомненно чаши крепятся к оголовью через стандартную двузубчатую металлическую вилку шарниры с адекватным градусом поворота кабель выходящий из чаш не зажимает прижим голове хороший связующий кабелек свернут в пружинке чтобы не болтаться и не мешать лишен оплетки но вот тут у меня сомнения можно ли свернуть пружинкой кабель в оплетке наверное нет поэтому не критично вилка и оголовье в лучших традициях баэроподобной конструкции толстенный металл окрашенный в черный цвет с внутренней стороны ряд углублений для лучшей фиксации подстройки под голову с внешней стороны нарисованы рисочки для лучшей наглядности но это на мой взгляд так себе решение ибо они уже начинают стираться само оголовье покрыто кожзамом и внутри наполнено пеноматериалом тоже memory foam однако как и в предыдущей версии амбушюр я не скажу как оно сохраняет форму по моему все таки все так же быстрый эффектно пружинит обратно однако свою функцию выполняет достойно о микрофоне уже было сказано выше многих мучает вопрос так чем же технически отличается g pro x и g pro или хотя бы внешне какие отличия ответ ничем поэтому все вышеперечисленное относится к обеим гарнитуром переходим ко второй части видео ну и собственно использование и начнем мы с посадки сидят как и ожидалось они хорошо несмотря на то что моя голова достаточно крупная 62 сантиметра в обхвате находиться я могу в них продолжительное время амбушюры обхватывают уши и хорошо прижимаются кожи вокруг них прорези дают давлению уравновеситься паразитарных поджатий мочки или вершины ушной раковины нет на макушку не давят хотя стоит отметить что сидят впритык и на большую чем у меня голову к сожалению не налезут звукоизоляция тут ограничусь оценкой 4 из 5 сочетание кожзама на амбушюрах плотной конструкции и закрытых чашек делают свое дело микрофоны я пробовал через комплектные звуковые карточки и через stx2 давайте послушаем и так запись микрофона гарнитуры logitech g pro x через встроенную звуковую карточку без всяких улучшалок все как есть раз до 3 раза 3 раза 3 4 5 вышел зайчик погулять друг охотник убегает прямо в зайчика стреляет пиф-пафойой полные сами знаете чего вещи а теперь запись микрофона гарнитуры logitech g pro x с ученными фишками blue voice я выставил предустановки низкий голос тихо потому что их здесь столько что просто не разберешься раз-два-три раз-два-три раза три 4 5 вышел зайчик погулять вдруг охотник выбегает прямо в зайчика стреляет скажи привет телезритель я ради интереса решил записать еще гарнитуру g pro x через stx2 раз-два-три 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 4 5 вышел зайчик погулять запись гарнитуры logitech g pro через ее встроенную звуковую карточку раз-два-три 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 4 5 вышел зайчик погулять вдруг охотник выбегает прямо в зайчика стреляет запись микрофона гарнитуры logitech g pro через stx2 с включенным усилением раз-два-три раз-два-три раза три 4 5 вышел зайчик погулять вдруг охотник выбегает прямо в зайчика стреляет что сказать что у про что у про x версии микрофоны технически идентичны звучание голоса хорошая ясное и четкое и более чем достаточное для конференций игр и общения однако чуть-чуть отдает электронным оттенком и самое интересное как комплектная звуковая карта обрабатывает задний фон он словно живет какой-то своей жизнью при аналоговой записи такого нет за микрофон четыре из пяти стоит отметить что вариация про x открывает дополнительные настройки в blue voice с ними нужно капитально заморочиться ведь их просто море однако в неумелых руках сразу какого-либо эффекта они не принесут нужно курить мануалы звучание начнем мы с музыки тут реально все хорошо с позиции конкурентов на рынке схожей конструкции первый раз включая их в источник ожидаешь услышать уже полюбившуюся нам в кавычках байра подобную вилку где в ч и н ч задраны относительно середины это дает определенную детальность и драйв но в какой-то момент пытаясь сконцентрироваться на голосе певца или певицы понимаешь что уши выпиливают сибилян ты тут если есть вилка то очень минимально вокал мужской и женский занимает понятное место на сцене исполнители не тушуются и не прячутся за тарелками ударных низкие частоты быстрые пружинищи и вполне артикулированы но от некоторого чуть заметного подгуживания не избавлены высокие частоты ходят уже по краю но не досаждают и голова не болит панорама и пространство в музыке построены правильно лучше ли звучание клауд корр до хуже ли альфы уже и не скажу просто потому что не помню альф подключение всего этого добра через стройную звуковую карту чуть портит картину по детальности напору и живости однако сохраняет общий почерк что для игрушек более чем нужна ли хорошая звуковая карта для них я бы конечно же рекомендовал игры вот тут мы рассмотрим все это великолепие с трех позиций аналога комплектной звуковой карты и dts аналог хорошая панорама есть понимание расстояний есть понимание направлений выстрелы конфетка голос конфетка звуки работы с амуницией конфетка все это тебе прям и лезет в уши а вот что не так лезет как хотелось бы шаги с их определением и локализации нет никаких проблем но когда попадается очень динамичная игра они словно чуть позади вышеперечисленных звуков и теряются в играх типа кс где минимум не информативных звуков проблем не будет в код bo4 хотелось бы шаги чуть выражение встроенная звуковая карточка дает характер звучания и позиционирования без изменений все применимо к описанию аналога ну а что же dts ну тут все без изменений как и в 635 и 935 без тонкой настройки на слух этот режим адаптирован лишь под кино и казуальные игры много пух много бах и это не для киберспорта какой сухой остаток наконец-то компания не стала и изобретать космолет а дала строгим покронникам геймингового направления очень много буста теперь реально не зазорно иметь фулл сет от logitech для полупрофессиональной игры это определенно level up как по звуку так и по конструкции что же выбрать между g pro x и g pro я бы выбрал последнее однако прекрасно пойму тех людей что доплатит 2000 рублей за более полный комплект и больший диапазон настроек микрофона я надеюсь вам понравился мой обзор всем спасибо за внимание и пока пока